Второй. Тема грех. Сегодня почти все поголовно курят, а в начале века так ли велика была эта беда? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Это лютое непотребство захватило, как сеть всепагубная, миллиарды людей. В книге к истинному православию целая глава посвящена табакокурению. Вот что написано было 90 лет тому назад о табаке. Нелищным считается сказать несколько слов о табаке и надеемся, что слова наши со вниманием прочитаны будут благочестивыми христианами и послужат им предостережению от неестественной гибельной страсти к этому растению. Возряд же нам, конечно, такие только люди, которые сильно пристрастились к нему. На последних мы не будем обращать внимания, хотя бы они назвали нас нецивилизованными, узкими, тупыми, раскольниками и другими подобными сим названиями. И нюхать его. Оттуда он сначала перешел в Вест-Индию, а потом уже в страну, просвещенную светом Евангелия Христова Европу. Исторически известно, что первый раз табак вывезен был из Вест-Индии в Европу именно в Португалию в 1558 году. Оттуда спустя несколько лет перешел во Францию, а потом уже распространился во всей Европе и на Востоке. Прежде в некоторых странах курение и нюхание табаку воспрещали законом, как вредный и отравляющий человека. Английский король Иаков I написал против табаку целую книгу с целью отвратить свой народ от предстрастия к нему. Папа римский Урбан VIII в 1624 году всех нюхавших табак отлучил от церкви. В римских церквах поместно гремели проповедники со своих кафедр, чтобы предостеречь народ от возникшей страсти к табаку. В нашем Отечестве при царе Ане Грозном и других пристрастившихся к табаку подвергали телескому наказанию. Дели кнутом, рвали ноздри. Царь Алексей Михайлович знаменитым своим уложением также строго воспрещал употреблять табак. Смотрите, уложение царя Алексея Михайловича, глава 25, лист 334-335. А найденный у торговцев по отобранию был сожигаем. Только при Петре I табак нашел себе место на русской почве. От Петра до настоящего времени он все более и более умножается, потому что весьма многие полюбили и пристрастились к этому растению, несмотря на то, что в нем скрывается никотин, яд. Таким образом и наша отчизна Россия поддалась немецкой табачной страсти. И она употребляет его немалое количество. Еще в 1839 году было приготовлено и распродано табакой России курительного 21 тысяча пудов, нюхательного 57 тысяч пудов, а сигар 62 миллиона штук. Полная география Павловского, 1841 года, часть 1, страница 139. Что же теперь? Страсть к табаку до того сильна, что христиане, пристрастившиеся к нему, не могут воздержаться ни в какое время. Они курят и нюхают днем и ночью. В одни Великого Поста и Великих Праздников даже не могут воздержаться в то время, когда готовятся к исповеди принятия святых тайн. А посему отцы, матери и наставники непременно дадут Богу ответ за то, что не предостерегали детей от любенной страсти к табаку. А также будут отвечать перед Богом и пастыри церкви, которые не учили послом их воздерживаться от этой страсти. Еще более ответят те из пастырей, которые сами подвергаются этой неприличной, их самую званию привычки. Некоторые из простолюдинов, смотря на священника, курящего или нюхающего, легко начинают подражать ему в этом. А иные, напротив, уклоняются от него. Истинные христиане признают страсть к табаку за страсть, и медицина давно признала к табаке никотин. Вот что писал Господствующий церкви митрополит московский Филарет о табаке. Не странно ли, что люди изобрели себе нового рода голод, которого природа не знала, и нового рода пищи, о которой она не думала? Эта страсть возникла в народе уже около трех веков тому назад, по внушению, конечно, самого дьявола. Это растение такое, которого не употребляет никакой скот, никакой зверь, даже и свинья. Словом, никто из царства животных. Эти краткие, но ясные доказательства, да убедят тебя читатели, если ты только истинный христианин, и да послужат предостережением от этой страсти, причиняющей великий вред души и телу. В.С. Ван Дышев. Старобрядческая мысль. 1915 года. Страница 460-2. Хотя и не о табаке здесь сказано, но так похоже. Исайя 1.13. Курение отвратительно для меня. С стеклом увеличительным едва нашел занозу. Засевшую под ноготь не вчера. Заразу занесла и рвет она несносно. Нередко умирали ни от ран. Не просто рассмотреть свои ошибки. Накуролесили и в юности, и в детстве. Дурнину прошлую считали даже шиком. Грешили телом с душенькой вместе. Когда в раскаянии пал, давясь в слезах, вдруг высветилось прошлое, казавшееся нужным. Погибнуть без креста. Не безотчетный страх. А море удовольствий сузилось за лужи. Увеличительным стеклом, как от святого духа, показана малейшая засевшая заноза, услышав голос Божий. Не омертвелым слухом. Сам Иисус омыл в крещении от грязи. Не каждый день вопросы, просьбы от друзей, молитвой помочь, до неба достучаться, чем кончится увидеть, не в праздности глазеть, но показать детали и вычленить лишь части. Прозрительность есть дар и труд одновременно, но как себя проверить незнающим писания? Игра в монастырях под образом смирения, чего не напекла под шресла с волосами. Во свете Библии все иначе узришь, окрепнет голос, смелость не иссякнет, что значит инквизиции, святейшие костры, преданий и традиции, расползшаяся слякоть. Прозрительная ясность дух твой укрепит Христовой правде и евангельских словес. В суждениях наложишь уже не свой вердикт, толкнуть прибро под локоть, едва ли посмеет без. Подзорная труба и мощный микроскоп покажут след кометы и скрытого ядра. Читая Слово Божие, поймем, что если гроб и все, что без Христа, то прожитое зря. 29 марта 2005 года Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин